Всем привет дорогие друзья, мы возвращаемся на Amateur Stadium, у нас стадия 1.4 финала и у нас в братской дерби встречаются команды ФРГ и ГДР. Смотрите, болейте и мы вернемся к вам в перерыве. Вперед, вперед, вперед Германия, а вот какая Германия вперед мы точно не знаем, игра у нас равная и ФРГ создает моменты и ГДР, кто покажет нам второй тайм мы не знаем. Во что ты одета, сколько это стоит? Галенсиага, короче, 1200. Штаны, Гуча, 1100, наверное. Фирменная пальта, короче, из овечьей шерсти. Стой, у тебя вилка есть? Конечно. Дай побраскивай, тут что-то на уши давит лапша, жестко надо ее снять. Балетоны, я только попадаю и все. Я обычно задорожно сыграл и, конечно, штанга в данном эпизоде просто сыграла на руку. Не знаю, успевал голкипер или нет, но, конечно, сейчас были близки немцы, чтобы отыграть и сравнять счет матча. Подходит к концу первый матч четверть финала чемпионата мира Amateur League. Встречаются сборная ФРГ и сборная ГДР. Несмотря на то, что сборная ГДР вышла вперед, а сборная ФРГ сравняла... Смотри, пардон. ГДР это какие? По игре интереснее смотрится ГДР. И концовка очень нервная. Несмотря на то, что вроде бы близкие, можно сказать, даже братские сборные. Кусаются они очень сильно друг с другом и борются буквально за каждый сантиметр поля. Смотрим, чем это закончится в итоге. Первый тайм был, скорее всего, на наш бой будет решил. Были моменты... Сейчас как-то игра выравнилась больше, но я думал, что под конец его подожмем и победу. Сборная ФРГ идет по графику сборной Хорватии. Каждый матч на вылет они доводят до серии пенальти. И сейчас, можно сказать, в братском дерби серия пенальти. ФРГ, ГДР. Посмотрим, кто оказывается удачливее или мастеровите это решать вам. Мы не убили друг друга только что, блин. Братское дерби. Братское дерби это... Там... Алань, Нальчик, Спартак, Нальчик. Да, Масел пробил. Ты какой справа, мастер. Вот он потом. Нам нужно что-то. Или мне нет. Да! 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 Ребята команда пинает. Ура! Вау! Два получается от защиты в центре. Давай, давай, давай. Да! Я хотел тебя видеть вон там, чтобы не сидеть, кроссовывать. Или вот в такой побросить. У нас в студии под открытым небом Дмитрий Леонтьев, игрок сборной Аргентины. Ник, скажи, как готов к матчу, как команда в целом подходит к игре на четвертый финал? Все нормально, постараемся выиграть. Ничего особенного. Что мы знаем сейчас соперники? Да, по сути, ничего. Пару человек знаем. Думаю, нормально будет равная игра, не как предыдущая. Думаю, сейчас на равных поборемся, все будет хорошо. А разве в прошлой игре не на равных поборолись? Наоборот, мы сильнее были. Ну, чуть-чуть нас поддавливали, конечно, мы там отскочили, но... Ладно, если серьезно, нормальные ребята, просто хорошо сыграем, все будет хорошо. Да, Макс? Макс, ты как считаешь? Хорошо? Полфинал не выйдут? А тут снимай. Опа. Мы не выйдем тогда. Спасибо. Дмитрий Леонтьев, как готов к игре? Расскажи нам, поделись. Готов сегодня. Нормально, настрой боевой. Пушка заряженная твоя справа? Естественно. Естественно? Все как заахматно? Ахмат Сива. Красавчик. Знаешь кого-нибудь из горной одни? Вообще никого нет. Как сыгрался в горной нашей? Понимаешь, кто куда бежит, кто куда открывается? Ну, конечно, есть понимание, чувство. Это немаловажно. Так что у нас сегодня ждет победы, верно. Все, вот такой настрой нужен. Спасибо. Вот так у нас настроены обе команды на красивый, на яркий футбол. Второй матч, 1-4 финала. Сборная России, сборная Аргентины. Смотрим. Карточками. Удар, во раствор, еще удар. Гол! 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 Здорово сейчас Россия! Это что такое? Аргентина! Ничего не показало, абсолютно. И 3-0. 3-0! Левой, Дев, Дев, Дев! У нас равные команды. Надо кто кого заборит, блядь. В физическом плане, кто каждый стык выиграет, тот и выиграет. Давайте будем второй тайм настроены, блядь. Кто выиграет, мы не знаем. Осталось полчаса подождать. Пинайте не будет. Если будут, то вырежешь. Ладно, ребят. Вон, иди смотри, гуглая, там что-то рассказывает. Здесь чемпион мира, после первого тайма проигрывает. К сожалению, с учетом 3-0. Но, к сожалению, для меня, так как я признаюсь, я состою в тренерском штабе сборной России. 3-0, игра интересная, команды равные. Тут посмотрим, чей лом крепче, чей лом менее гнется. Посмотрим. Ботинка, я тебе даю сюжет. Так будет красно. Шу-шу. Блядь! Сура, первый! Су-шу. 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 Побыстрее мяч додвигался. И как следствие, пошли момент удар. Жаркая концовка у нас матча между сборной России и сборной Аргентины. Счет 4-2. К сожалению, здесь чемпион пока проигрывает. Нервная концовка. Уже два удаления сначала у сборной Аргентины, теперь у сборной России. Остается совсем ничего. Смотрим, чем это закончится. Мега! Хороший, пошел! Иди, иди, иди! Испандеев! Подкат! Удар! Гол! До свидания! Гердантов способен вывести этот чудо командов в полуфинал. Он вывел. Аргентинство будет вопрос к удалению. Второй матч, 1-4 финала между сборной России и сборной Аргентины. Дальше идет сборная Аргентины. Она победила со счетом 5-2. Матч был очень напряженный. Матч ровный на самом деле. Победил тот, кто больше хотел победить. В этой игре больше всего хотела победить Аргентина. Поздравляю сборную Аргентину и желаем Михаилу Самеддинову и всей сборной пройти дальше, чтобы мы немного обрадовались. И в конце сказали, что чемпионом стал тот, кто победил нас. Мы под зажигательный аккомпанемент Филиппа Бедросовича Киркорова. Начинаем второй день четвертьфинала. Первый матч Италия-Бельгия. Песня посвящена Саше Петросянову. Больше я посчитал. Девять точно есть. Это еще без меня и Володя. Поэтому один. У нас есть точно две замены. Мы, короче, с Сурусом спорим, кто точнее счет угадает или ближе. Я хочу его ударить. Я ставлю на счет примерно 5-1-6-1, думаю, что будет. Выграет Италия. И еще мой прогноз это индивидуальный. Номер 6 забьет два гола Минина. Петросян выйдет по-любому. Если не выйдет, я его вытолкаю. Второй момент, Дурас писал про хруппобеды Италии. 5-1 или 6-1. Крупная победа. Ничья в основном. Времени поход Италии по пенали. Ну теперь давай серьезно. Вчера Аргентина отыграла. Вчера, как говорится, на пятерку. Не Аргентина, а ты выиграла. Россия проиграла. Я не хочу с тобой больше разговаривать. На самом деле, вчера Россия сыграла ужасно, и Аргентина тоже. Вчера выиграл Атлас, а не Аргентин. Просто его... Да нахуй туда кидать-то, блядь! Семен, как ваше ничего? Тон себе ассистента за 10 рублей в 2 суток. В общем, ходите вместо меня, ты говоришь. Я сегодня просто костюм не взял. Золук выключите, пожалуйста. Лёш! Зачем рукой вот так? Понятно. Сейчас я вам покажу обезьяну. Живой пример, когда из обезьяны вырос человек. Пойдемте. Это его кент, если что. Открыт, подача идет практически на него. Ой-ой-ой-го! Отлетишь, да? Этим джойстиком ты поворачиваешь влево-вправо корпус, вниз или вверх. В следствии творится матч между Бельгией и Италией. Первый тайм еще не закончился. Уже было достаточно крупной игре, стычки между командами. Нервы, нервы. Горит просто поле. Но Коля пока держится. После двух напряженных стычек Италия удваивает свое преимущество. У нас счет 2-0. Впереди дружина Петросяна. Макс, у человека нога в крови. В него три раза влетели. Вот он ответил. Чихни, пожалуйста. Или сегодня нету повода чихать? Да нет, ну что чихать, ребят? Все знают, что Петро с дурачок. Ну что это говорит? А без чих уже понятно. Ну тут слабенький, но что делать? Знаешь, как тренера, как родителя, не выбирают в Италии. Петро уже сам себя назначает. Тут без вариантов. Я говорил с Медведем, отдай нам сборную. Не, бесполезно. Живем сейчас вместе. Что по игре скажешь? Да нормально все, ребята наши. Да, конечно, нормально. Надо избегать конфликтных ситуаций, потому что эти карты лишние не нужны, чтобы следующий матч пропускать. Нормально, мы держим мяч. В Бельгия особо ничего не создала. Все моменты были. Это наши привозы в обороне. Так все в целом хорошо. 2-0 надо забить еще парочку, чтобы все будет хорошо. Петро с дурачком не понадобится сегодня? Да я надеюсь, что он вообще скоро с концами уйдет из сборной. Ну я надеюсь, а там как пойдет. Нет, на самом деле без шуток то нет. Там без него все хорошо. Итак, у нас небольшой вопрос и первым вызвался на него отвечать. Золбец Альев. Который уже в печенках сидит у меня, у зрителей, у оператора. Самая легендарная личность Аматерлик, которая в ней. Давай Симонов не могу считать. Я думаю Симонов само собой, а так я думаю Гага Харбалакшин. Максим Симонов, Николай Капусин, Бугаев, Дмитрий Лилат, Кавуточин, Азиз. Самый сильный игрок в регипет, по-моему, Евгений Севастьянов и Мадьяров. Один из. Тогда пусть будет Евгений Севастьянов. Максим Симонов. Харбалад. Бля, самый сильный Мартьян. Мартьян. Садиков Марат. Ну что, приходит первое, то я скажу. Миша Семидина. Лицемерие в цвет. Заур Салиф из меня. Вот это что? И последний вопрос. Самый смешной человек в лиге. Салиф Заурбек само собой, ё-моё. Без Салифа Заурбека ни одни хахани. Самый смешной человек в лиге. Максим Симонов. Молодец. Филигрантный поцелуй в задницу. Самый смешной человек в лиге. Александр Федросян. Самый смешной человек в лиге. Бугай. Лучшая лига в мире. Харбалад. Филигрантный поцелуй в задницу. Себе и кому-то. Смешной человек Абутаева. Бор Пагасян. У меня вопрос. Давай. Один к тебе, один к тебе. Ахмад Сила. Ахмад Сила. Хорошо. С кем ты там в Курске отдыхал? Я Михан Ксамендинов. А узбечка зубами зубами зубами. Потом Рома Верман. Двигай, двигай. Опа, пошли Сема. Пошел. Жигани, жигани, Сема. Жигани. А как он танцует, а? Опа, пошел. Это Семенна Торбас. У нас на поле приехал поддержать своих товарищей. Сборную Италию, директор РЗД, который получил тяжелую травму в матче 1-8 финала. Джор, как сейчас твое здоровье? Что говорят врачи? Добрый вечер. Врач, что могу сказать? А верная цеменовная готовность. Врача просьба командам подойти к суде. А так все в порядке. Я душой и мысленно с командой. Хочу поздравить, ребят. Все молодцы. С победой. Хочу отметить гол в Орке. Орке Банучи. Красавчик, заеду гол. И хочу привет придать своей романистской марке. Жду ее, пускай поскорее подлетает. Вот такое вот послание у нас дал Ниджат. Мы больше не будем его задерживать, Ниджат. Мы тебе желаем поскорее восстановиться, поскорее возвращаться на поле. И радовать нас своей яркой игрой игровать. Спасибо. Спасибо. Так, второй матч с сегодняшнего дня встречается сборная Бразилии сборной Англии. Накал будет до последней минуты, но я ставлю на победу Англии. Ждем красивый футбол. Энтер пятерочка. Удар. И это гол. Долго готовил удар и накрыли его уже. Уходит. С левой ноги удар. Гол. Достаточно неожиданный получился первый тайм между командами сборной Англии и сборной Бразилии. Счет 2-0. Многие ожидали разгрома от сборной Англии. Но пока счет у нас держится, счет 2-0 без каких-то космических моментов со стороны сборной Англии. Но если серьезно, на самом деле сейчас англичане ведут 4-0. Первый тайм выиграли 2-0, хотя Бразилия создала очень много моментов. И как минимум в ничью могли сыграть. И для многих это было приятным сюрпризом. Во втором тайме Англия задвигалась побыстрее. И пошли сразу моменты. Муниров, Исаев перестроили чуть-чуть по движению. И это довело результата. Нет, катит в штрафную. Принимает. И... Ой-ой-ой. Нет, Рамис выбивает. Не выбивает. И гол. И во фланг. Прострел в штрафную. Удар с левой ноги. Мы потихоньку подходим к той фазе, когда команды полностью открываются. Идет атака на атаку. Счет позволяет. Сейчас за моей спиной пенальти назначен Николай Капустин. За лишение игрока явной возможности забить гол. Мяч просто вынес из ворот рукой. И 6-1. 6-1 впереди сборная Англии. Итак, что, как тебе чемпионат мира? 10-1. Вообще, в принципе, не один матч. Интересно. Чемпионат мира, не знаю, не смотрю, зачем. Далпет. Ну, давай, по игре. Разгромный счет. Понятно, что удаление сыграло в этом немаловажную роль. Хоть вы, в принципе, доминировали, но после удаления расклеились. Скажи, доволен ли, как команда себя проявила в тот отрезок, когда играли в равных командах? Да, у нас нет футбола. Я был первым игре, я был здоров. Посмотрим, потому что мы с апельсинной игрой не слышали. Серьезно. Не пройдет многое из того, что мы позволили себе в этих двух играх. Ну да, многие отмечают, что Аргентина самая бегущая сборная на этом чемпионате. Они бегущие, они хорошо терпят, а потом грамотно убегают в контролюцию. Хоть тебе, пожалуйста, они так и выиграли, как с Россией не играли. Да, они вчера на нас так и обыграли. Ладно, спасибо. Удачи. Тебе спасибо. Подошел к концу заключительный день четвертьфинала. Встречали сборная Бразилии и сборная Англии. И встречали сборная Италии и сборная Бельгии. Дальше проходит сборная Италии и сборная Англии. Матчи были по-своему увлекательны. И если матч сборной Англии и Бразилии был украшен большим количеством голов, то сборная Бельгии и сборная Италии показали бойцовский характер. Было много стычек, много нервов. Желаем командам удачи и ждем полуфинала. Пока. Покажем. Мы там с трибуны собрались. Да, такие молодцы. В общем, здравствуйте. Давно у меня не было в кадре. Так, легенда Аматео. Я. Ты что, звездился? Лучший игрок Аматео. Семидир. Лучший игрок мягкий. Мягко. Самый смешной. И самый смешной Аматео. Бугаев Руслан. Как ты делаешь? Ты же недавно говорил, что он шутить не умеет. Шутить не умеет, но он смешной. На лицо постричь его, да? Миха, смотри. 30 метров и направо мусорка. Выкидываешь там. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.